В мире фигурного катания вспыхнул новый скандал, который стал полной неожиданностью. Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, известная своим самолюбием и нестабильностью во время сезона, часто допускала ошибки. Однако перед началом чемпионата мира она решила убедить себя и весь мир, что ее медали, полученные в отсутствии российских спортсменок, являются заслуженными. С характерной для многих известных фигуристов пафосностью Хендрикс решила высказаться о ситуации, в которой она, по всей видимости, не разбирается. Ее попытки понять ситуацию кажутся ограниченными лишь заголовками изданий. Такой подход вызвал недовольство болельщиков, которые просто разнесли действующую чемпионку Европы за ее слова о лучших российских фигуристках. Итак, перед началом чемпионата мира по фигурному катанию в Канаде, Луна Хендрикс решила высказаться о российских фигуристках, которые по известным причинам не смогли участвовать в континентальном турнире и не выступят в Монреале. Хендрикс признала, что ей повезло выступать без сильных соперниц, но вместо того, чтобы скромно радоваться своему шансу на медали, она решила намекнуть на возможное использование запрещенных веществ лучшими российскими фигуристками. «Мне повезло и что русские не выступают, но ничего не могу с этим поделать. В конце концов, мне нужно обращать внимание на себя, ведь для попадания на подиум все равно нужно стараться», признала Хендрикс, что ее медали являются результатом отсутствия русских фигуристок. Затем в том же интервью она явно намекнула на допинг-скандал с Валиевой, добавив, что у фигуристок, которые стояли на подиуме, один и тот же тренер. «Я знаю, что завоевала бы больше медалей, если бы фигурное катание было абсолютно чисто. Возьмем, к примеру, допинговое дело Валиевой. У трех россиянок один и тот же тренер одну из них сейчас поймали, но две другие также показывают необычайные вещи, намекая на Анну Щербакову и Александру Трусову. «Мне всегда было интересно, как 14-летние могут обладать такой прыгучестью», призналась Хендрикс. «Когда я услышала о положительном тесте Валиевой, сначала не поверила. Я подумала, что этих девочек так тренировали с раннего возраста». «Но, видимо, иногда играют роль и другие вещи», – добавила Бельгийка. Сейчас стало модным издеваться над российскими спортсменами. Этот тренд установили МОК и ВАДА, и другие желающие присоединяются как могут. Но не лишним ли будет для Бельгийки Хендрикс выдавать свои домыслы за очевидные факты? Олимпийская чемпионка по танцам на льду Наталья Бестемьянова считает, что Хендрикс, забывшую о презумпции невиновности, можно смело судить. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на высказывание «Балея сдержанная», но при этом посоветовала Бельгийке переключить фокус внимания. «Пусть катается лучше и разнообразнее, тогда, может, у нее все будет лучше. Луна Хендрикс должна совершенствоваться, и тогда, может быть, еще что-то выиграет, если наших спортсменов не будет. Если российские спортсмены будут участвовать, то у нее нет никаких шансов. Хендрикс лучше больше думать о себе, о том, что она умеет и что ей надо сделать, чтобы бороться с российскими фигуристами на льду», – сказала Тарасова. Наталья Бестемьянова считает, что Хендрикс в принципе стоит привлечь к ответственности за намеки в адрес Трусовой и Щербаковой. Есть презумпция невиновности. И если допинга не выявлена у Щербаковой и Трусовой, то можно судить Хендрикс за то, что она такое говорит про чистых спортсменок, говорит Бестемьянова. Российский фигурист Александр Галемов решил не давать советов, а просто пошутил над европейской спортсменкой. Всегда знал, что Луна сильно влияет на людей, особенно по весне. Не ожидал, что если человека еще и назвать Луна, то это влияние умножается кратно. Иногда кратно занятому месту на Олимпиаде. Может быть, просто давно не было прелунения. Весна опять же, – написал Галемов в социальных сетях. Болельщики, как и ожидалось, оказались менее дипломатичными, чем публичные личности. От обычных поклонников российского фигурного катания Хендрикс получила немало теплых слов. Вот лишь несколько метких комментариев. Пусть тренируется, чтобы стать такой, как наши девочки. Мать, ты тройные еле крутишь. Ну, какие тебе ультра-си хоть сколько допингов лей? Может, кто-то ей скажет, что меньше жрать и больше тренироваться надо. Луна, тебе хоть допинг, хоть не допинг. Все одно – ни прыжков, ни скорости. Для начала бы тройные докручивало. Стыдно, что спортсмен мирового уровня позволяет себе такие комментарии, добавляет еще один участник дискуссии. Справедливости ради. Критики подверглись и некоторые наши деятели. Спортивные функционеры и тренер Татьяна Тарасова. Вот что говорят некоторые болельщики. Почему Луне нельзя делать такие заявления, если сами вытерли ноги об Валиеву, сдали ее? Ведь спортивные чиновники идут на поводу у Запада на все условия, лишь бы была собственная выгода, задается вопросом один из комментаторов. А ведь это с подачи Тарасовой. Ведь она же выдала, что тренер дала Валиевой допинг. Хендрикс лишь продолжила мысль. Поэтому нашей дорогой Татьяне Анатольевне тоже не мешало с себя начать. И думать перед тем, как изрекать очередной шедевр, с упреком пишет другой болельщик. На этом пока все. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!